Добрый день! Мы с вами начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Меня зовут Сергей Белов, я кандидат исторических наук. Мне очень приятно вас всех видеть сегодня в книжном клубе «Имена» в рамках проекта «Эта наша победа». Сегодня мы с вами поговорим о плакатах и карикатурах, которые встречаются в едином государственном экзамене по истории. Игра по истории выбирают очень много школьников, и вот именно иллюстративный материал, как правило, им сложно анализировать и решать, потому что здесь нужно именно глубокое знание истории, нужно знание причинно-следственных связей. Какой вообще, в принципе, бывает иллюстративный материал в ЕГЭ по истории? То есть мы, дети, могут встретить у себя материал, который они решают. Плакаты, карикатуры, почтовые марки – очень тяжело решать им. Задания с памятниками архитектуры очень сложно, скульптурой тоже очень сложно, с открытками полегче дело обстоит. С произведениями живописи, как правило, справляются с миниатюрами 50 на 50, встречаются и монеты, изображение монет и к ним определенное задание. Встречаются медали, встречаются фотографии. То есть сейчас ЕГЭ по истории очень сложный, поскольку ребята не только анализируют изобразительный материал, не пишут историческое сочинение. Все это, конечно, требует глубокого анализа. Но мы с вами сегодня поговорим в основном с предыдущего слайда о плакатах, о карикатурах. Я покажу одно задание с использованием фотографии и с маркой. Мы эти задачи будем решать вместе. Если говорить о плакатах, то плакаты, как правило, где размещались, когда готовил школьников к ЕГЭ на базе университета, то даже такой вопрос, где размещались плакаты, порой вызывал ступор. Ну, потому что ребята сейчас все в социальных сетях, в планшетах, поэтому первая реакция – это шок, что плакаты, где интернета не было. Плакаты размещали на стенах домов, на заводах, на фабриках, на вокзалах, в государственных учреждениях. Это было нормой. Назначение плакатов – это, конечно же, побуждение к действию или утверждение определенных норм, ценностей. Мы на плакатах это с вами еще увидим. Карикатуры. Где размещали? Ну, конечно, в газетах. Газеты читали, газеты были популярны в советское время. Карикатуры размещали в блиндажах в годы Великой Отечественной войны, в бомбоубежищах, в стационарах, в больницах. Каково назначение карикатуры? Ну, это, конечно, высмеивание соперника, его деморализация. И чтобы вам было более наглядно представить, я принес специально два набора. Сейчас направлю их передам, вы сможете посмотреть. Один набор – это плакаты во времена Великой Отечественной войны. Второй набор – это карикатуры. Вы увидите, что они отличаются. Они отличаются по стилю. Если мы говорим о плакатах, они более реалистичны. То есть эти сцены мы могли здесь наблюдать в повседневной жизни. Если мы говорим о карикатурах, то здесь есть смешение образов, есть то, что могло быть, и что-то нечно-фантастическое. Но вот что-то нечно-фантастическое, вот как пример, вот один из плакатов. То есть в реальной жизни было немного по-другому. Но вот эти два набора вы сейчас можете полистать, спокойно, пока я буду рассказывать проще материал. Так, чтобы не занимать руки в коробке, ну, из коробки, ну, материал. Так, ну давайте вот с вашего ряда начнем с плакатов, а с вашего ряда – карикатуры. Ну, и, соответственно, какой-то момент встретить. А Леша, я сейчас за них не помню. Ну, поскольку школьников, которые сдают ЕГЭ по истории сейчас в нашем зале, не очень много, я определенные слайды буду пропускать, хотя есть определенная методика, как работать с карикатурами и плакатами. Но мы сейчас на это тратить время не будем, потому что я подготовил карикатуры очень много. Мы не все их сумеем разобрать, но самые интересные, самые, так сказать, сочные мы с вами, естественно, разберем. На что хотел обратить внимание. Вот вы сейчас смотрите карикатуры, плакаты. Порой происходило смешение стилей. То есть в плакатах были какие-то фантастические образы, в карикатурах было много реализма. Но это нормально – смешение стилей плакатов и карикатур. Хочу обратить внимание, что карикатуры, они имели определенное еще прикладное значение не только при воздействии на наших граждан, на граждан Советского Союза, но и на врага. Карикатура тоже воздействует. Приведу несколько примеров очень ярких, интересных, которых не написано в школьных учебниках истории. Карикатуры, например, использовались в фашистских играемых картах. То есть, кому будет интересно, посмотрите запись одной из прошлых лекций на канале на Ютубе, о том, как и в каких условиях содержались военно-пленные, солдаты, офицеры, генералы на Советском плену. Тема очень интересная, но как раз солдатам порой разрешали играть в такие тематические карты. Специально для вас я принес одну такую колоду. На каждой карте есть определенный рисунок и определенная смысловая нагрузка. В этих картах-карикатурах, если обратить внимание на слайд, чтобы сейчас всем было видно, вы видите одну из карт из этой колоды, она у вас тоже будет представлена, вот эта карта. В верхней части вы видите Гитлера, в руках меч, Блицкриг, но если карту перевернуть, то вы видите, что у него разбито лицо, меч с Блицкрига сломан, а в руках траурная лента, где Гитлер потерпел сокрушительные поражения в Великой Отечественной войне. Любопытно то, что самая сильная карта в колоде, в которой играли, кстати, это Джокер. У вас эта карта тоже будет в этой колоде, и я вам сейчас прочитаю, что же означал Джокер. Здесь надпись на двух языках, у меня есть карта просто лучшевика. Джокер говорит, я знаю, чем война закончится, могу поспорить, Германию спасет только свержение Гитлера. Вот такое идеологическое оружие в рамках карикатур также было использовано. Широкого распространения эти карты не получили, они были ориентированы весьма на определенную специфическую цельную аудиторию. В колоду карты тоже сможете посмотреть. Что еще есть интересного, уникального, то, что вы не найдете в книгах, как правило, в фильмах исторических. Были попытки даже разработать настольные игры с использованием карикатур, образов. Эта настольная игра тоже была рассчитана на нацистских солдат, если обратить внимание на некоторые клеточки, которые здесь встречаются. Например, первая клеточка, так как нацистские солдаты приходят на территорию Советского Союза, и домой они могут вернуться, в основном, в самый простой путь, если они сдадутся в плен. То есть, если они попадают на эту клеточку, все, они домой возвращаются. Это игра какого года? Это 41-й год, она широкого распространения тоже не получила. Я просто говорю о том, что карикатуры и плакаты, они играли на самом деле очень интересную роль. Для каждой целевой аудитории выпускалась своя продукция, пусть даже ограниченным тиражом. Чуть позже мы поговорим о массовой продукции, то есть то, что было ориентировано на наших граждан. Из интересного, из этой игры мне очень понравилось. Если вы попадаете на агитационную речь Гитлера, вы возвращаетесь назад, почти в самое начальное. Такие игры не были в широком распространении, но, тем не менее, как факт, весьма интересные. Карикатуры также использовались в антифашистских газетах, на немецком языке, которые издавались. Вот вы видите пример, один лист газеты. Здесь у нас карикатура, то, что Гитлер обещал своим солдатам. Рождественская елка, здесь какое-то варенье, фрукты, пирожки, колбасы. Здесь написано «Москва, 1941 год», а что, по факту, получили, мы видим чуть ниже. Зима, нацистские солдаты замерзают в снегу, на заднем плане кресты. Тема очень обширная и интересная. Теперь, хотя да, поскольку школьников немного, как решать ЕГЭ пропускаем, они увидят это на слайде, тема будет считать открытой. Все плакаты появились, естественно, не с приходом советской власти, они были еще и раньше. Вот один из досоветских плакатов, но тоже с определенной идеологической установкой, я вам сейчас и покажу. У нас вся следующая работа будет построена по принципу. Я показываю плакат, а потом я показываю вам плакат в уменьшенном варианте и вопросы, чтобы они были наглядны. Вопросы, которые встречаются в едином государственном экзамене. И потом мы с вами вместе решаем, выбираем правильный ответ. Итак, вопросы данной карикатуре. Давайте определим, как удобнее, чтобы я зачитал. Пять тезисов. Нужно выбрать два правильных. Всего два. Первый тезис. Карикатура посвящена событиям начала XX века. Второй тезис. На карикатуре изображен император Александр II. Третий тезис. Изображенный на карикатуре император представлен как сильная диспотическая личность железной непреклонной воли. Четвертый тезис. Карикатура посвящена явлению, получившему в отечественной истории название Распутинщина. Пятый тезис. На время царства неизображенного императора пришлось участие России в Крымской войне. Кто в каком-то тезисе, хотя бы в одном, уверен на сто процентов? Вот на сто процентов уверен. Четвертый. Четвертый? Да, согласен. А как вы определили, что четвертый? Четвертый. Распутин. Совершенно верно. Здравствуйте. Я для себя хорошо. Да, мы видим на карикатуре двух персонажей. Слева сидит мужчина в простой одежде. Это как раз и есть Распутин. Он играет на дудке, и под эту дудку лярит Николай II. Данное явление, влияние Распутина на императора, на его семью, получило название Распутинщина. Хорошо? Отлично. Покажите, пожалуйста, а всем хорошо слышно или стоит попросить сектора говорить с микрофона? Для записи, да? Для записи, да? Для записи. С первым дейсом абсолютно верно определились. Нужно выбрать еще один. Ну, сразу давайте вспоминать, когда правил Николай II. Ну, хотя бы до какого года, это проще вопрос. До какого года? Николай II, последний император. А, Ник... Николай II. И Александр II? Нет, у нас на карикатуре представлен Николай II. И он от 6 до 17-го года, да? До 17-го года. Ну, да, конечно. Соответственно, у нас карикатура посвящена событиям начала 20-го века. Распутин был убит в 1916 году, Николай II от престола от 3-го в 1917 году. Поэтому мы понимаем, что у нас карикатура посвящена событиям начала 20-го века, то есть период, когда Распутин оказывал влияние на императора и на его северину. На карикатуре не представлен Александр II. И, как вы видите, пункт 3-й нам тоже не подходит. Здесь император не деспотическая личность, Брэк, танцует. И 5-й вариант тоже не подходит. Крымская война была в 1853-1856-х годах. Вот такие задачи встречаются в современных швейках ЕГЭ. Мы начинаем с простых карикатур. Я тебя... С простых... С простых карикатур начинаем. Дальше будет сложнее. Ну, между прочим, ЕГЭ по истории – это одно из самых сложных ЕГЭ. Да, где, в принципе, получить там выше 3-х уже очень много. Да, то есть выше 40-ка баллов, 50-ти. Там идет письменная часть С, которая невероятно сложная и вызывает огромное количество вопросов и сложностей. То есть набрать там выше 50-ти баллов – это уже... Я сын – 79 баллов. 79? Ну, тоже неплохо. Тоже хорошо. Очень неплохо. Да, это тоже. Да. 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 Кстати, родители... Вы билеты принесли, чтобы мы почитали билеты. Да, да. А... Мы, да, в шапоте проверим. Не, можно до каждого выдать по билету, да, если в комплекте поделет. Да нет, просто читайте подряд, Люба. Нет. А мы, вот, коллеги, давайте вернемся к теме. Следующий, я не все плакаты буду разбирать. Если вам тема понравится, после занятия скажете, что хотели еще плакатов и каликатур, либо скажете, какую тему хотите услышать в будущем. Например, в июле, пока, кстати, не забыл, сейчас в разработке у меня тема, как в годы Великой Отечественной войны жили и выживали молодые матери и их наврожденные дети. Тема не исследована. Вот с какими трудностями сталкивались женщины, у которых только родился ребенок. Хочу сравнить современные блага и блага, которые были в годы Великой Отечественной войны. Да, то есть, с учетом того, что еще мужья уходили на фронт. Многие даже, небольшое лирическое вступление, многие даже не представляют, как выглядел утюг, простой утюг, до войны, в годы войны. Это не современный, почему он быстро нагрелся? То есть, вот, как раз приходите в июль на следующее занятие, если тему возьмем в обороты, то как раз, может быть, и расскажете из своих воспоминаний об этих фактах и явлениях. Ну, возвращаемся к теме карикатуры плакатов. Следующая карикатура. Видно, что написано на собаках? Все видно? Да. Хорошо. Видно, на заднем плане мужчины, на цилиндрах у них определенные цвета, флаги. Вот у мужчины с светлыми волосами и светлой бородой у него цилиндр стилизованный под флаг США, звездно-полосатый. Хорошо. Вопросы к данной карикатуре, которую видят школьники, когда сдают Игорь. Выбрать, опять же, два правильных утверждений из пяти. Первое утверждение. Данная карикатура отражает взгляды большевиков на события гражданской войны в России. Второй момент. Карикатура высмеивает нейтралитет стран Запада по отношению к событиям в России. Нет. Третий вариант. Один из военачальников, чьи фамилия, указанная на карикатуре, был проразглашен верховным правителем России. Да. Четвертый вариант. Россия никогда не входила в военный блок, название которого указано на карикатуре. Сразу сделаю отсылку в заглаве «Псы Антанты». Название «Блок Антанты». Пятый пункт. Все военачальники, фамилии которых указано, погибли в годы гражданской войны. Задание сложное. Поначалу вроде понятно, а дальше уже начинаются самые. Какие вы считаете правильные ответы? Три. Ну, первый. Первый и пятый. Первый и пятый. И это еще какой-то один из военачальников был проразглашен. Ну, Колчак-то есть. Выбрали три. А нам надо два. Первый три. Давайте разбираться. Когда школьники решают, я им объясняю. Ребят, подключайте знания из других сфер жизни. Смотрели фильм «Колчак» с Хабенским? Ну, как правило, смотрели. Хоть как-то слышали. Вспоминайте фильм. Вот там как раз Колчак был проразглашен верховным правителем России. Не ищите ответ только в учебниках по истории. Подтягивайте все свои знания из других сфер жизни, из других предметов. Я, например, когда был студентом первого курса ИСТФАК, я контрольную работу по археологии написал на пятерку за счет того, что у меня были какие-то воспоминания из курса физики. Был элемент необходимый. Далее. Пункт пятый. Все военачальники, фамилии которых указаны, погибли в годы гражданской войны? Нет. Нет. Колчака расстреляли. По фильму с Хабенским вспоминаем. В 1920 году. А вот Деникин и Юденич жили. Далее. Деникин умер в эмиграции в США в 1947 году. Более того, Деникин, к чести, когда началась Великая Отечественная война, он говорил о том, что эмиграция российская не должна поддерживать нацистскую Германию. Несмотря на все обиды и счеты, которые есть с советской властью, не поддерживать интервентов. На свои средства он направил Сталину, как говорят, вагон с медикаментами для красноармейцев. Вот несмотря на все обиды и счеты, не поддерживать силы вторжения. Юденич умер в 1933 году, тоже в эмиграции, но пункт пятый нам не подходит. Второй вариант нам тоже не подходит. Здесь о нейтралитете стран Запада речь не идет. Мы видим, что страны Запада как раз на полотке держат определенные военные силы того времени. Соответственно, четвертый вариант нам тоже не подходит, потому что изначально Россия входила в Антанту. Антанту это... Совершенно верно. Поэтому у нас правильные ответы первый и третий. То есть видите, как сложно школьникам. Мы выбрали с вами три варианта. Им тоже хочется выбрать три, но нужно выбрать только два. Так, вижу колоду карт, мне передали уже. Карикатуру... А, кто еще не посмотрел? Все посмотрели набор открытых? Идем дальше. Эту карикатуру мы пропустим. К этим вернемся. Просто я хочу показать самые интересные и самые сложные. Мы видим карикатуру. Надпись на английском языке, но для школьников карикатуру адаптируют. Адаптируют, дают перевод на русском языке. Тонкость момента в чем? Карикатуры встречаются не только, которые создавались у нас в Советском Союзе, но и за рубежом. Это тоже нужно учитывать. Ну, естественно, проверяют знания по истории, а не по английскому языку, поэтому перевод дают, чтобы уж совсем не выкручивать школьникам руки. Надпись наверху, то есть речь Гитлера. Извини, товарищи, уж больно удобная возможность подвернулась. У Сталина из рук выпадает советско-германский договор. Карикатура с определением личности, я думаю, изначально и так всем было понятно. Сталин и Гитлер. Почему обратил внимание на то, что карикатура английская? Такая карикатура не могла быть издана в Советском Союзе. Вот так Сталина изобразить не могли. То есть в начале встречи я говорил, что карикатура либо высмеивает что-то, вот высмеять Сталина в карикатуре было невозможно. Это просто нужно понимать, что есть определенные тонкости. То есть вначале теоретическая часть, которая была, она все-таки с определенной спецификой. Мы должны не слепо следовать инструкциям, а читать изображения, которые перед вами. Итак, пять тезисов, нам нужно выбрать два правильных. Тезис номер один. Данная карикатура создана в первой половине 1930-х годов. Второй тезис, второе утверждение. В момент, когда произошло событие, которому посвящена карикатура, СССР ввел войну с Финляндией. Третий тезис. Карикатура была создана в СССР и опубликована в печати в тот же год, когда произошло событие, которому она посвящена. На третьем вопросе я уже ответил, по сути, когда писали карикатуру. Четвертый тезис. Карикатура посвящена нарушению международного договора одной из стран. Пятый тезис. Событие, которому посвящена карикатура, означало начало Великой Отечественной войны. Какие варианты? Два, последние. Четвертый, пятый. Четвертый, пятый. Ну и первой, первой половине. А, подождите, первая половина. Первая половина. Первая половина, это до 35-го года. Нет, нет. Третий, четвертый. Третий, четвертый. Так, хорошо, давайте по порядку. Первый вариант не подходит. Да, до 35-го года. Нападение нацистской Германии на Советский Союз произошло когда? В 41-м. В 41-м году. Школьники, как правило, тоже торопятся. Видят 30-е, ага, что-то помнят, договор какой-то. На этом сыпется. Школьникам всегда говорят, не торопитесь, читайте внимательно. У вас 4 часа на экзамен есть. Успеете, все сдадите. Не, ну как, пишут быстрее, за полтора, как правило, за час. Второе утверждение. Вот здесь, как иногда, школьники тоже допускают ошибку. Действительно, накануне идеи к Отечественной войне была Советско-финляндская война. Иногда называют Советско-финляндской войной. Но она была в 39-м, 40-м году. Да, я не знаю. И вот эта карикатура, она относится к 41-му году. Не подходит. Хотя события идут очень близко. И школьникам нужно вспомнить точные даты, точные Советско-финские войны. Третье утверждение. Разбирал до того, как перейти к вопросам. Не подходит, она была издана не в Советском Союзе. Но остаются два варианта. Карикатура посвящена нарушению пакта Молотова-Риббентропа, пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией. Пятый тезис события, которым посвящена карикатура, означало начало Великой Отечественной войны. Да? Совершенно верно. Ну как, интересно? Ну интересно. Отвечаем, да. Нет, это вы просто чувствуете эпоху и время. Причем есть вопросы, очень сложные, мы к ним подойдем. Вот школьникам нужна помощь родителей, либо бабушек, дедушек, чтобы на определенные вопросы найти ответы. Нас хорошо учили, нас хорошо учили. А как сейчас учат? Я сужу своим внукам, их плохо учат. После этой встречи. Одна из моих любимых карикатур. Здесь дается дополнительный текст, как правило, либо на карикатуре, либо под ней. Текст следующий. Потеряла я колечко. Ну это из песни. Потеряла я колечко. В скобочках дается добавление уже не из песни, а в колечке 22 девяти. Здесь есть надпись Сталинград. Внимание, вопросы. Первый тезис из пяти. Битва, результату которой посвящена карикатура, произошла в 1944 году. Второй вариант. Битва, результату которой посвящена карикатура, происходила в весенний период. Третий тезис. Ситуация, которой посвящена карикатура, сложилась после реализации советской военной операции «Багратион». Четвертый тезис. Карикатура подчеркивает уныние немецкого руководства, вызванное результатами битвы. Пятый тезис. Одним из результатов событий, которым посвящена карикатура, стало пленение немецкого генерала-фидмаршала Паулюс. Вопрос сложный. Здесь хочется выбрать больше двух. Давайте начнем с ваших. Четвертый, четвертый. Четвертый, пятый. Да, согласен. Уныние есть, безусловно. Уныние со стороны руководства нацистской Германии. Какие версии есть еще? Пятый. Пятый. Пятый, а что, он под Паулюса не идет, что ли? Слушайте, я хотел, чтобы мы остальные разобрали. Вы сразу правильно назвали. Совершенно верно. Результатом Сталинградской битвы стало пленение генерала-фидмаршала Паулюса. На одной из прошлых лекций мы как раз говорили о Сталинградской битве. То, что речь идет о Сталинградской битве, те, кто, может быть, не увидел своих мест, просто еще раз обращу внимание. Здесь как раз написано Сталинград. То есть, школьники должны быстро распознать, о чем идет речь. Интересно то, что изначально в кольцо окружения, которое обозначено красным контуром, попало 300 тысяч нацистских солдат и офицеров. Даже чуть больше. 330 тысяч солдат. В плен сдалось порядка 100 тысяч человек. Остальные погибли в ходе боев, либо от ранений. Тяжело было очень признать Гитлеру такую катастрофу в военную, когда фельдмаршал впервые в немецкой истории сдался в плен. И в Германии был объявлен национальный траур. Было объявлено, что абсолютно все, все солдаты вермахта погибли, мужественно сражаясь. Не все погибли. И отношение к именно вот этим нацистам было суровое, но справедливое. Те, кто участвовал в уничтожении, именно уничтожении Сталинграда как города, было поручено восстановить Сталинград полностью. Если Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, то последние нацистские солдаты вернулись в Германию уже в 50-е годы. После того, когда они закончили восстанавливать город. Кому интересно узнать еще дополнительные подробности о Сталинградской битве, о наших героях, о преодолении помощи тыла в Сталинградской битве, пожалуйста, смотрите записи лекции. Он тоже есть в интернете, на YouTube-канале. Остальные ответы, варианты ответов у нас, соответственно, не подходят. Здесь проверяется знание школьников ключевых битв времен Великой Отечественной войны. С учетом того, что в школьной программе крайне мало часов уделено Великой Отечественной войне, конечно, без дополнительной подготовки школьникам невозможно решить этот вопрос, либо аналогичный, связанный с Великой Отечественной войной. Но, как правило, все школьники готовятся по 5-6, иногда больше учебников. Еще одна карикатура. Обратите внимание на города, из которых вырываются штыки и пронзают Гитлера. Здесь я оставил определенную подсказку в материал, который получают школьники. Как правило, вот эта часть, она закрыта. Там была определенная подсказка. Да. Итак, вопросы, тезисы по данной карикатуре. Опять же, их 5, выбираем 2. На карикатуре изображен политический деятель, пришедший к власти в Германию в 1939 году. Второй тезис. На карикатуре отражены события, произошедшие в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Третий тезис. Все удары Красной Армии, образно показанной на карикатуре, были нанесены в зимний период. Четвертый тезис. В период, когда произошли события, отраженные на карикатуре, уже был открыт Второй фронт во Франции. Пятый тезис. В период, когда произошли события, отраженные на карикатуре, союзники СССР действовали против Германии и ее союзников в Северной Африке. Вопрос сложный. В маленький период времени умещено очень много событий. Ну и других событий, которые были относительно рядом. У вас уже есть подсказка, которую я обозначил. 43, это год издания карикатуры. Давайте думать вместе. Какие есть варианты? Второй пункт. Второй пункт. Второй пункт, произошедший в ходе коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Да, пункт сложный, но действительно так. Коренной перелом в войне. Историки иногда допускают определенные подвижки по хронологическим рамкам, но говорим школьникам всегда. Коренной перелом в войне однозначно сталинградская бита, однозначно бита под Курском. Мы видим как раз на карте Сталинград и Курск. Для нас это ключевые индикаторы. Это 43 год. Даже если бы вот этой подсказки не было в нижнем левом углу, 43 год. И второй вариант, который вы выбрали. Третий. Третий или пятый. Нет, нет. Значит, все удары... Давайте по порядку. Все не могли, но... Все, что я думал. Мы оценки не ставим, мы с вами научимся, но в такой интересной форме. Разбираем. Все удары Красной Армии были нанесены в зимний период. Если вспомнить Сталинград, то да, сразу вспоминается именно зима суровая. Но у нас обозначен Курск. А поскольку Курск, то это уже лето. Лето 43 года. Как правило, школьникам сложно с Краснодаром, Ростовом, Ворошиловградом. С учетом того, что Ворошиловград поменял название. То есть берем хотя бы ключевые вещи, которые на слуху и юбилеи визит битв иногда в СМИ появляются. Третий вариант не подходит. Курск это все-таки лето. Лето 43 года. Но давайте методом исключения. Первый вариант подходит или нет? В 39-м году в классе пришел день. Совершенно верно. В 33-й год нет, приходит в классе. Первый отбрасываем. Второй поняли, что подходит. Третий тоже поняли, что не подходит. Остается два варианта. Четвертый и пятый. Четвертый не подходит. А почему? Не, я не спорю, я пробую. Ну, в 44-м году. Кому интересно, можете посетить Центральный музей Великой Отечественной войны. У них сейчас открыта выставка о открытии второго фронта. О высадке союзников во Франции. Выставка временная, будет несколько месяцев, но у вас еще есть время. Это где, на подводном горе? Да. То есть, время еще есть, можете узнать дополнительные детали. Соответственно, у нас остается пятый вариант. Нет, 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 нет. Почему нет? А какие? Ну, все равно два должно быть. Да, вот пятый подходит. Пятый? Методом исключения берем пятый. Конечно. Здесь нужно, конечно, привлекать еще материал, которого в учебниках по истории тем более нет. Я, конечно, надеюсь, что у нас будут школьники, которые сдают ЕГЭ. И вот только-только сдали. Они сидят, слушай. Рано еще, да? Ну, ничего, я думаю, просмотры нашей видеолекции в мае просто возрастут. То есть, такие сложные вопросы бывают. Карикатура, вот эту карикатуру пропустим. Здесь нужно подтягивать знания из биологии. Я думаю, может быть, в одной из следующих встреч ее разберем. Вот эта карикатура очень интересная. На мой взгляд, простая, но школьники все равно торопятся и путают. Допускают ошибки. Надпись сверху. Кино. Деличайшее средство массовой агитации. И точка Сталина. Внизу. 1919 год. На противоположном крае 1949 год. В центре. 30 лет советского кино. Это почтовая марка. В самом начале я говорил о том, что мы посмотрим карикатуры, плакаты, но несколько заданий с марками и с фотографией. Итак, пять тезисов. Выбираем, какие правильные. Тезис номер один. Современником выпуска данной марки был Тухачевский. Второй тезис. Нет. В 30-летний период, обозначенный на марке, в СССР был снят фильм «Чапаев». Третий тезис. В год, когда была выпущена данная марка, еще не существовало советских звуковых фильмов. Четвертый тезис. Данная марка выпущена в период застоя в СССР. Нет. Пятый тезис. Событие, юбилею которого посвящена марка, произошло в период руководства Советским Союзом в Ленину. Нет. Ничего не подходит. Да, сейчас будем разбирать. 19-й год. О, не торопитесь, как я всегда говорю школьникам. Внимательно смотрите. Итак, начали очень хорошо, прям идеально. Идеально. Современником выпуска данной марки был Тухачевский. Марка у нас выпущена, внимание, в каком году? В 49-м. В 49-м. Тухачевский был расстрелян раньше, до Великой Отечественной войны. Второй вариант. Был снят фильм «Чапаев». Да. Да? Да, совершенно верно. Был снят фильм «Чапаев». Я школьникам говорю, посмотрите фильм. Он не такой уж и длинный, но интересный. Вы погрузитесь просто в атмосферу того времени. Третий тезис. Существовали или не существовали советские звуковые фильмы? Ну, вы правильно ответили. Советские звуковые фильмы уже существовали. Существовали, да. Первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». Тоже школьникам говорю, посмотрите, сравните с современным кинематографом. Я не говорю о том, что советский фильм – это выигрывать. Вы просто сможете понять те проблемы, которые были в Советском Союзе образно. Звуковые фильмы были от начала 30-х годов. Данная марка была выпущена в период застоя в СССР. Ну, здесь понятно. Период застоя – это период брежевых метод. Пятый тезис. Событие, юбилею которого посвящена Марка, произошло в период руководства Советским Союзом и Ленин. Внимание! У нас 30 лет советского кино. Момент отсчета – 1919 год. Ленин еще жив. Я вспоминаю его фразу о том, что Ленин жив. Ленин… Ленин – жив. Да. Ленин – жив. А в 49-м году еще Сталин жив. Да, совершенно верно. Но возникает вопрос, а что за дата 1919 год? Ну, это уже в рамках расширения Кургозора. Почему 19-й год, да? Ведь кино-то было и раньше, и до 19-го года. Да, уже кулакос. Томкость моментов кроется в том, что в 19-м году были национализированы кинотеатры и киностудии. И вот определенная государственная политика реализуется посредством кинематографа с 1919 года. До этого было множество частных кинотеатров, и это было нормально. В 19-м году… Сценализировано кино. Поэтому, ну, это уже тонкости, которые не столь сейчас принципиально, но для понимания марки важны. Главное в данном случае не торопиться. Вот видите, 19-й год как-то ушел на второй план, и поспешили с ответом. Все пока понятно? Да. Нет, не понятно. Понятно. Какой вопрос? Почему там не Лениным написано, а Ленина? Почему? Если было бы Лениным, тут еще можно подумать. Событие? Да, оно ошибка. Орфографическая ошибка. Период Ленина, я имею в виду. Ну, бывает. Школьникам как это воспринимают? Конечно. Правда, крепко. Как-то не пляшет. Не так, не сяк. Вот он и думает. Орфографическая ошибка в взаиме. Правда, подождите. Вы еще увидите, я вам покажу. Ошибка в отчетных методических материалах с анализом. То есть, выбирается один вариант, указано, что правильно, а на самом деле вариант правильный ответ – это другой. Идем дальше. А Ленин в это время чем руководит? Выглавлял, как назывался он? Значит, тонкий момент. Сейчас очень кратко обозначу. Ленин был фактическим руководителем партии. Но должности такой руководитель партии не было. Партия была, но должность формального признака должности. Ленин был вождем партии. Но это не должность, как мы понимаем, да? Чем руководит? Партия. Но должность у него, вот прям руководитель партии не было такого. Дело в том, что… Хозяйственную туру. Сейчас, кульдом. Дело в том, что вот сейчас мы привыкли, что у нас три ветви власти. В Советском Союзе они были немножко другие. Была партийная ветвь власти. Об этом я, в случае чего, расскажу на другом занятии. Потому что нужно сравнивать ветви власти. А Конституцию? Где было сказано, что руководящая роль партии, когда была принята? В каком году? Это уже… Я думаю, это уже позже. Не-не-не, это раньше. Это специальные годы. Пятый вопрос вообще. Коллеги, я здесь показываю вопросы, которые встречаются. С юридической точки зрения он не правит. Чтобы вот это расписать, я когда был студентом, нам преподаватель подробно объяснял. Три ветви власти в Советском Союзе. Вот сейчас у нас нет партийной ветви власти. Раньше руководитель… То есть вот партия – это отдельное направление. Было совмещение руководителя партии и руководителя, например, правительства. Это было. Не всегда у всех получалось… Стал руководителем партии и возглавил правительство. Иногда руководителем партии требовалось несколько лет на это. Ко мне дети пришли, говорят, Сергей Игоревич, там был такой вопрос, но просто ужас. Я говорю, какой? Вот фотография. Определить период, когда была сделана эта фотография. Я точно не знаю, какие там были периоды. Я взял один правильный период и несколько неправильных. Вопрос даже сложный. Я когда услышал описание от детей, ну, красная площадь, все, определите год. С детьми стали искать эту фотографию. Нашли. Как вы думаете, в чем подвох? Я думала, что род смерти Сталина, уже ему место заготовили. Поэтому надо с тобой… Нет, сейчас рейтинь, сейчас все ровно. Смотрите, здесь школьник должен по какому логическому пути пойти. Заготовили. Сталин умер в 1953 году. Соответственно, нижняя граница… Да, вот здесь написано «Ленин и Сталин». Давайте я провисну на предыдущий вариант. Вот, крупно. Ленин и Сталин. В 1953 году умирает Сталин. Тело Сталина бальзамирует и помещает в мавзолей. У нас получается Ленин и добавляется Сталин. Дальше школьнику нужно понять, а когда тело Сталина вынесли из мавзолея и похоронили в Укребенской стены? Сложный вопрос. Я вот не перейдю, но и в 1921 году после 22-го съезда. То есть, либо сразу в 61-го? Нет, вы ответили совершенно верно. Но вопрос, школьников что сбивает? 20-й съезд был в 1956 году? А почему тогда потребовалось несколько лет? Вообще, правильный ответ, да. Второй с 1953 по 1961. Но вы понимаете, вы эту историю-то, возможно, проживали, либо она была на слову. Как-то, да? Я был в то время жив. Вам проще. А школьнику? Представляете, какие детали нужно знать? Но это вопрос не из ЕГЭ. Повторюсь, это из Олимпиады одного из московских вузов. Просто мне этот вопрос понравился с точки зрения сложности и того, что действительно теряешься. Какой правильный ответ? С 1953 по 1961 год. Но это на знание или на логику? Это на знание очень многих фактов. Почему 61-й, а не 62-й, если съезд был в 56-м? Потому что 21-й был 22-й, где окончательно культ личности был развенчен и был принятый. И сразу после съезда. В общем, видите, какие сложные вопросы? Очень сложные. Но это Олимпиада. Это сложные. Ну давайте попроще. Как раз время подходит к завершению. Подождите, 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 подождите. Это вы знаете. Когда ребятам попадается данная карикатура... То есть, у меня карикатуры были подобраны по хронологическому принципу. То есть, дальше вам будет легче отвечать на данные вопросы. Но школьники не всегда привлекают знания из дополнительных предметов. Если бы они это делали, им было бы проще. Когда мы разбираем с ребятами данное изображение, я им всегда даю карты. Сейчас мы с вами поработаем с картой. И, по сути, так как школьников я подвожу к этому архиву. Да. Правда говорю. Будьте здоровы. Буду. Так. Небольшая деловая игра, как со школьниками. Мы с вами сейчас переносимся в 1962 год. Конец апреля. Заседание Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Товарищ офицер, есть проблема? На территории Турции... Дети узнают порой, где находится Турция на карте. На территории Турции Соединенные Штаты Америки разместили ракеты. А, Георгий, я в кадр попадаю или это не принципиально? Не принципиально. На территории Турции разместили ядерные ракеты. Время подлета до Москвы, вот сюда, 5-7 минут. Заряды мощные, смертоносные, мощнее, чем были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Ядерного паритета нет. Что такое паритет? Нам нечем ответить за 5-7 минут. Если Соединенные Штаты Америки захотят, они уничтожат нас в течение 5-7 минут. У нас не будет возможности ответить толком. Да, у нас есть подводный флот с ракетами, тоже с ядерными ракетами. Да, есть бомбардировщики. Но ракет класса «Земля-Земля» у нас единицы. Причем время долета с территории Советского Союза до США намного больше. 30 минут. 30 минут. До США 30 минут. Паритета нет. Задача. Дать предложение по размещению наших ракет максимально близко к территории Соединенных Штатов Америки. Да, кстати, это в рамках занятия. Вырвут и скажут тексты. Максимально близко. Причем наши ракеты на тот момент. По количеству, конечно, мы были ограничены, это нужно учитывать. И техника была не столь совершенной. Ракетное топливо было специфичным. Если ракету заправили, она должна улететь. Если она не улетела, топливный бак под замену. Это время. То есть у американцев за счет размещения ядерного оружия в Турции был козырь, благодаря которому могли диктовать свои условия. Итак, специально для вас, товарищи офицеры, карта в увеличенном масштабе. Карта. Принцубе острова Куба. Наша техника помогла товарищам из Кубы. Режим Фиделя был сохранен. Фидель относится к нам дружелюбно. Хорошо. Есть возможность разместить ракету на территории Кубы. Как вы думаете, Фидель на это пойдет? Нет, конечно. Почему? Фидель понимал, что он идет на определенный риск. Но в то же время он понимал, что если у него будет советский, не только ракета. Чтобы разместить наши ядерные ракеты, нужно же еще закрыть от атак с воздухом вражеских самолетов все небо над Кубой. Нужно силу ПВО привлечь. Поразмыслив, посоветовавшись с Чагиварой, Фидель согласился на размещение ракет. Но это забегает вперед. Вопрос к вам, товарищи офицеры. Как ракеты повезем на другой край мира? Под лодками. Под лодками в том числе. Под лодки будут обеспечивать военные прикрытия. Повезем на кораблях. Вопрос. По какому маршруту будем доставлять? Какие варианты есть? Вот как поплывем. Через анталадипо. Так. Еще варианты есть? Я не говорю, что это неправильно. Я не говорю, что это неправильно. Операция таймер. Можно через... Для доставки, ну что, к лодку. Всяческих там... Совершенно верно. Стали думать наши офицеры, как доставить на Кубу ракеты. Было снаряжено более 80 кораблей разного класса, чтобы доставить и наших специалистов, солдатов, ракеты, персонал по монтажу оборудования. Решили, что выходят с территории Крыма на Средиземное море через Атлантический океан и на территорию Кубы. Но для того, чтобы враг не разгадал наши планы, операцию он назовел Анады. Город на Чикотке. Вот здесь. Пусть думают, что направляются не на Кубу. Будем говорить, что торгуем с Кубой. У Кубы покупаем сахарный тростник, который раньше покупали в Соединенных Штатах, а сами везем нефть. Дальше я с школьниками продолжаю эту игру. Они понимают суть того времени и на основе вот этого рассказа они потом пишут историческое сочинение. Это отдельное задание в игре, но они как раз могут прописать причинно-следственные связи. Это сочинение тоже вычленяется отдельно. Как правило, возникают сложности у школьников именно с данным элементом. Итак, в 1962 году Советский Союз успешно разместил ядерное оружие на территории Кубы. Подготовлены стартовые площадки для запуска ракет. Ракеты некоторые уже стоят, готовы. Они, правда, не знали, полностью смонтированы или нет, но уже было не очень приятно. И это все проморгали. Кубу взяли, американские силы взяли Кубу в морскую блокаду. И вот здесь-то как раз уже карты были раскрыты. Возвращаемся к карикатуре. И у Советского Союза были ракеты, которые долетали до территории США за 5-7 минут. И у США. Здесь начинаем разбирать, что нарисовано на карикатуре. Слева Хрущев. Справа Кеннеди. У Кеннеди кнопка от кнопки шнур к некой бомбе. Элемент водорода обозначен к чему был. И подписано USA. Понятно. Причем Хрущев сидит как раз на этой бомбе, которую готов нажать Кеннеди. Кеннеди также сидит на ракете. Тоже элемент водорода. Но здесь написано Советский Союз. У Хрущева мы тоже видим кнопочку. Шнур, соответственно, с другой стороны протягивает. И Хрущеву, и Кеннеди весьма сложно в данной ситуации подпрошивать двух политических лидеров. И вопросы к данной карикатуре. Мы сейчас с вами уже разобрали, сейчас нам будет чуть легче. Данная карикатура отражает эпоху Холодной войны. Холодная война как раз после Великой Отечественной войны. Это все тот период, 1962 года сюда тоже пойдет. Данная карикатура посвящена встрече Хрущева с Изинхауэром. Нет. Нет, мы уже обозначили, что это Кеннеди. Один из персонажей является Реймон. Тоже нет. Четвертое. Событие, которому посвящена карикатура, едва не привело к ядерной войне. Да. Пятое. Событие, которому посвящена карикатура, возникло из американской программы «Звездные войны». Нет, нет. Это не такое. То есть мы с вами уже выбрали два правильных ответа. Мы с этим заданием справились. Когда приношу карты, то есть задают такой каверзный вопрос школьникам. А почему кризис карибский, а ракеты на Кубе? Шуряшка. Нет, это вы знаете. Но порой школьники тоже впадают в ступор. А здесь, да, ребятам объясняют. Вот оно, Карибское море. Вот остров Куба. Ну, просто ребята говорят, а почему инкубинский кризис? Ну да. Такое название закрепилось в историографии. Шифровка. Да, как с операцией, с названием операцией. Коллеги, мы уже выходим за наш временной лимит. Я вот думаю, чем завершить, есть... Хотя давайте сейчас разберем карикатуру, какая сложная. То, что я вам обещал. Есть плакат. Причем я взял оригинальное изображение, когда школьники получают его в своих материалах, на экзамене. В них вот этой надписи нет. 12-я примена. Вопросы. К событию, которому посвящен данный плакат, был причастен конструктор Королев. Да. Второй тезис. Данный плакат относится к времени руководства страной Сталина. Нет. Уже разбирали по ходу занятия. Третий тезис. Плакат подчеркивает триумф советского строя. Да. Четвертый тезис. Событие, которым посвящен данный плакат, относится к 40-м годам. Нет. Нет. На плакате изображен покрышки. Нет. Разбирать не будем, но это только часть заданий из ЕГЭ. Дальше сразу идет следующий элемент. Какие два фильма, афиши которых представлены перед вами, были сняты до события, которым посвящен плакатам? Ну, блин, значит, подчеркивает еще раз. Смотрите. То есть изображения идут каскады, то есть они взаимосвязаны. Если не знаешь ответ правильный на первый плакат, не ответишь и на второй. Хотя, как мне кажется, вот эта часть, она сложнее. Для школьников, да? Для школьников, да. И вот здесь я как раз говорю, обращайтесь к родителям, к бабушкам, дедушкам, чтобы они подсказали. У нас здесь четыре плаката, четыре фильма. Фильм «Вертикаль», фильм «Броненосец Потемкин», «Служебный роман», «Веселые ребята». Как правило, школьники в лучшем случае смотрели служебный роман, в лучшем случае вместе с родителями. Иногда смотрели ремейк фильма. Сейчас особенно будет удобно детям закреплять. Президент Зеленский снимался в ремейке служебного романа. Ну, так и есть. Здесь очень сложно дать правильный ответ, но мы его уже, в принципе, обозначили. «Броненосец Потемкин» и фильм «Веселые ребята» были сняты до 1961 года. Здесь я рекомендую школьникам посмотреть хотя бы один из этих фильмов на свой вкус и выбор, чтобы хоть как-то закрепить в сознании правильный ответ. Что да, смотрел фильм, в каком году был снят, помню. А «Вертикаль»? В 67-м году. В 67-м году был снят. В 68-м пластинку выкинули. Теперь. Ну, последний. Вот сейчас точно последний вопрос, который я подготовил. Часть мы пропустили. Очень сложный, но именно поэтому он мне понравился. Марка. То, что я вам обещал. Марка была... Хотя, никак не буду комментировать. Сразу вариант. Выбрать два тезиса из пяти. Первый тезис. Событие, которому посвящена Марка, состоялось в период Великой Отечественной войны. Нет. Второй вариант. Современником события, которому посвящена Марка, был Фрунзе. Нет. Третий тезис. Данная Марка выпущена в период, когда президентом России был Ельцин. Событие, которому посвящена Марка, состоялось в период Второй мировой войны. Нет. Пятый. Одним из участников событий, которым посвящена Марка, был Рузвельт. Да. Вот. Смотрите. Поджидание был Трумад. Да, он умер. Календарь. А, Рузвельт умер в апреле, а это был в июле. Да. Ну, Марка очень сложная. Сейчас разберем по порядку. Очень сложная. Вы начали очень хорошо, правильно шли. в одном моменте сбились, поторопились. Мога просто одинаковых, слушай. Секундочку. Тонкость момента. В оригинале, в Марке, указано, когда проходила берлинская, подздамская конференция. Но, в задании в ЕГЭ, это убрано. чтобы не было столь очевидных подсказок. Ребята порой торопятся, невнимательно анализируют, даже с точки зрения логики. Даже если ты забыл, когда была конференция, ну, по логике ты посмотри, где три флага размещены, уже все, название берлинская, уже конференция после взятия Берлина, сбиваются, даже по этому логическому пути не идут. Что получается? Вариант первый. Событие, которому посвящена Марка, встает вперед Великой Отечественной войны. Не подходит. Берлинская конференция была в июле-августе. Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Здесь ребята путают Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну. Вторую мировую войну. Соответственно, вот четвертый пункт, событие, которому посвящена Марка, встает вперед Второй мировой войны. Вот это правильное ответ. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Торопятся школьники, срезаются на этом вопросе. Второй тезис. Фрунзе? Нет. Это вообще другая история, другая эпоха. Данная Марка была выпущена в период, когда президентом России Ельцин в 95-й год. Ельцин президент России с 91-го и 99-го года. Пятый тезис, который у нас остался, совершенно верно прокомментировали. Рузвельт умер в апреле 45-го. Чуть-чуть не дожил. Но ребята-то помнят, что Рузвельт участвовал в конференциях? И это их сбивает. Вопрос очень сложный, но интересный. Коллеги, вот такие вопросы из блока, точнее, вопросы в ЕГЭ по истории встречаются у современных школьников. Это лишь часть того, что предстоит решить современным детям при сдаче ЕГЭ по истории. На этом наша официальная часть завершается. Те, кому интересно, я еще покажу подборку плакатов советских. Они у меня в распечатанном виде. Я как раз считаю, что некоторые плакаты советских авторов, они не уступают по своей эстетичности и силе воздействия современным авторам, которые на слуху, которые рисуют плакаты и граффити. Как раз в анонсе, который я делал по данному мероприятию, есть плакаты, советские плакаты, которые мне уступают карикатурам в Аликсе. Кому будет интересно, сейчас можете посмотреть. Надеюсь, что данная встреча вам понравилась. Вспомнили события, которые возможно вы видели, вспомнили что-то из курса истории, поняли, каково решать ЕГЭ по истории современным школьникам, что им нужна помощь, поддержка. И в следующий раз приходите с детьми, если они собираются сдавать ЕГЭ по истории или без этих. Спасибо вам большое. До скорых встреч. И в июле вы с нами. С вами. Если вы разрешите, то я с вами. Если есть интерес, наверное, имеет смысл продолжить цикл лекций. Потому что мне кажется, очень интересно. Даже несмотря на то, что уже Игорь закончился. несколько тем, которые в будущем хотел бы провести, может быть, в июле, может быть, в июле-августе, уже говорил о том, как справлялись с бытовыми проблемами молодые мамы и новорожденные дети. Дети уже в зависимости полностью от матери, да? Но в зависимости от того, проживали ли мама с ребенком на какой территории, оккупированной территории, либо их эвакуировали, да? Сколько квадратных метров было, да? Даже если брать жителей Москвы, то не все так радужно было. И со снабжением и воды, электричества, и продовольствия. А в ребром не было. Почему тут говорят? Они знают, об этом. Не представляют, вот с чем сталкивалась молодая мама, когда рождался у нее ребенок. Вот из современных, то есть, у кого есть дети, те понимают. Я хочу рассказать именно школьникам и тем, у кого еще нет детей. Детям надо слушать это, конечно. Чтобы они понимали ценность родителей, это одна из тем. Следующая тема, хотел рассказать о том, опять же, дети, но дети постарше, и дети, которые попадали в гетто, еврейский гетто. Про гетто для взрослых понятно, а вот гетто голосами ребенка не очень себе люди представляют. Мне, когда начал эту тему готовить, я обратился в еврейский музей, мемориальный комплекс Едвашим, они мне прислали ряд интересных материалов по данной теме. Они очень хорошо эту тему исследовали. я как раз покажу иллюстрации из Едвашима. Они разрешили мне в рамках проекта «Эхо наших побед» в клубе имена показать эти материалы. хочу рассказать еще о праведниках народов мира в продолжении этой темы. То есть, те люди, которые, осознавая угрозу своей жизни, бескорыстно спасали евреев. акцент сделать именно на гражданах Советского Союза. Я покажу статистику, сколько праведников народов мира в каких странах и расскажу несколько ярких историй граждан Советского Союза. Одна из... Субтитры создавал DimaTorzok